Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии. Тема сегодняшней беседы очень важная, и отнестись к ней следует крайне серьезно. Это затмение. 18 августа 2016 года нас ожидает полутеневое лунное затмение, подводящее итоги и ставящее точку в многих вопросах и темах. Прежде всего, это лунное затмение коснется тех людей, у которых в натальной карте планеты, лунные узлы или точки асцендента МЦ находятся в 26-м градусе Льва, Водолея, Тельца и Скорпиона. То есть, сразу делаем акцент тем людям, кто родился в первую неделю Льва, Водолея, Тельца и Скорпиона. Предупрежден, значит вооружен. Давайте рассмотрим это затмение более серьезно и подробно. Обычно в году мы имеем два солнечных затмения и два лунных, то есть пару. А в 2016 году исключением у нас будет три лунных затмения. И вот это затмение, которое будет 18 августа, оно идет перед солнечным затмением, но очень важное. И действительно оно заканчивает серьезные жизненные циклы и на него следует обратить особое внимание. Давайте разберемся, что конкретно несут нам солнечные затмения, а что лунные. В чем отличие? Если солнечные затмения, например, они несут какой-то толчок, начало нового жизненного цикла, они несут в себе какую-то кармическую предопределенность, когда с помощью внешних сил, внешних факторов человек погружается в какой-то внутренний кризис и вынужден начать что-то новое, то лунное затмение, оно как раз не начинает новый жизненный цикл, а завершает цикл. Солнце – это наша индивидуальность, это наше сознательное, это наш дух, а луна – это душа, это подсознательное, это то, что скрытое. В период лунного затмения мы видим противоборство Солнца и Луны, и разрешить этот конфликт можно только имея действительно силы, внутренний контроль. Это то время, когда всё тайное и скрытое выходит наружу, период максимальной освещенности тайного. То есть, если до лунного затмения человек кого-то или что-то долго искал или наоборот хотел потерять, то в лунное затмение как раз это всё и произойдёт. Если была какая-то тайна или был конфликт, они назреют именно в лунное затмение и разрешатся. Если были какие-то долгосрочные задумки, которые долго не приходили в исполнение, то как раз лунное затмение и приведёт их к исполнению. То есть, эти все дела вступят в завершающую фазу. Юридические какие-то вопросы – всё это актуально для данного лунного затмения. Конечно же, стоит помнить о том, что всё-таки это период эмоционального накала, это огромное количество энергии, противостояние Солнца и Луны. Мы поговорим про аспекты чуть позже, но нужно готовиться к этому дню заранее. Нужно продумать, прорешать свои вопросы и быть готовыми, потому что судно-день уже, грубо говоря, на носу. Давайте рассмотрим, какие же аспекты нас сопровождают более подробно. Безусловно, конечно же, это оппозиция Солнца и Луна, куда мы от неё денемся. Я бы её рассмотрела в данном случае как то, что прошлый опыт иногда мешает видеть картину реального, настоящего и тянет не в ту сторону, поэтому нужно прописать заранее все наши ценности, все наши цели, видеть их чётко, видеть их ясно и быть готовыми к лунному затмению, как я уже говорила. Дальше у нас идёт конъюнкция, то есть соединение Меркурия и Юпитера в деле. Это значит, что будет горе от ума, что называется. Ума будет довольно-таки много, он будет хаотичный, сосредоточиться будет на самом деле тяжело. И, наверное, духовное будет более окрашено в ментальное, поэтому отсутствие прозорливости, конечно же, нас ждёт, во всей видимости, просчёты какие-то могут быть. Опять же, готовимся заранее. Дальше у нас идёт тригон Венеры и Плутона. Я бы это назвала, конечно, духовное возрождение через Любовь. Потом у нас идёт соединение Марса и Сатурна. Это, конечно, интересный довольно-таки аспект. Это концентрация, упорная концентрация на чём-то, на чём-то. Эта конъюнкция, мы её видим в Стрельце. Может быть, всё-таки это что-то духовное будет. Это будет расширение сознания, может быть, раздвижение горизонтов. И опять же, мы вспоминаем про позицию Солнца-Луна. Интересный аспект, довольно-таки интересный. Потом, что у нас там ещё? У нас там интересный... Сейчас я включу компьютер. Вот это конъюнкция у нас Сатурн с Марсом в Стрельце. Вот наша оппозиция Луна-Солнце. Причём мы видим, что Орбис с лунными узлами там около 13 градусов. Ну, в общем-то, поэтому и полутеневое лунное затмение. На этой картинке я выделила самые-таки интересные аспекты. Мы видим прекрасный синтетический треугольник. Уран, Луна, Солнце. Тут наша оппозиция, вот это Солнце-Луна, она является источником энергии и побуждает к деятельности. Конечно, она показывает и проблему, но пути решения довольно-таки гармоничные. Мы видим секстиль, мы видим тригон. То есть, всё должно быть, в общем-то, хорошо и удачно. Уран у нас управитель в Водолее. Кстати, лунное затмение у нас в Водолее. То есть, он говорит о том, что нужно ориентироваться на какую-то истинную свободу, отсутствие стереотипов прошлого. Опять же, мы вспоминаем оппозицию Солнца-Луна вначале, то, что я говорила. Рамок обыденного, умение правильно принимать мгновенные решения, заводить друзей, выбор между добром и злом. Так, мы видим сложный Тау-квадрат от Вселенной с Приапом к Солнцу и Луне. Ну, вопрос ставится, наверное, ребром о выходе на светлый путь и о поиске отраченного счастья при Аф. Помним, что здесь у нас... Здесь у нас ещё и находится рядышком с Солнцем. Вот тут вот находится вулкан, который, кстати, потребует от нас много активного действия какого-то, выплеска энергии. Квадрат Сатурна с Нептуном. Нептун, Сатурн. Квадрат мы имеем. 91 градус у него. Ну, что это? Это страхи, комплексы из подсознания. Это какие-то духовные, душевные переживания. Ну, в принципе, конечно, при определённых условиях его можно растолковать и как духовные силы. Но в любом случае это конкретная-конкретная работа над собой. Сатурн, кстати, вообще, в принципе, он говорит о концентрации на чём-то, о скейзе в чём-то конкретном. И его напряжённые аспекты, они как раз и концентрируют наше внимание на том, на что нужно, каким темам, каким аспектам своей жизни нужно уделить довольно-таки серьёзное внимание. Тут нужно, конечно, смотреть натальную карту. Мы также видим, что здесь, в это лунное затмение, Сатурн находится в соединении с Антарисом. То есть на оси катастроф, на оси жёсткого выбора. Поскольку это Сатурн, то рамки ограничения действительно будут жёсткие. Чтобы понять, что несёт эта ось, нужно вспомнить, наверное, о цикле Сатурна, это около 30 лет, совершить экскурсию в прошлое. И постараться вспомнить, что у вас было 30 лет назад, это в ноябре 1986 года. Тогда Сатурн находился тоже в соединении с Антарисом, в той же самой позиции, как и в это лунное затмение. Можно попробовать вспомнить, что было 15 лет назад. Это конец июня-июль 2001 года. Но тогда Сатурн находился на противоположном конце оси, в соединении с Эльдебараном. Это ось жёсткого выбора. Это что-то произойдёт на самом деле. То есть происходят какие-то события, что-то завершается, причём серьёзно завершается. Даёт путь к чему-то новому. Что-то отжившее должно уйти, должно продуматься. Вообще, подводя итог этой беседе, можно сказать, что это водолейское лунное затмение, оно несёт в себе, конечно же, темы чувств, эмоций, каких-то внутренних, внутрисемейных отношений, каких-то духовных знаний, открытий. Ставят вопросы изобретательности, творчества, креативности, принуждают к поиску новых каких-то решений. То есть не оглядываться, просит это затмение на свой прошлый опыт, а ориентироваться на какое-то новаторство. Ставят вопросы глобального единства, человеколюбия, дружбы. Уран, водолей, 11-й дом. Потом, что ещё? Конечно же, в это лунное затмение реализуются давно задуманные проекты, или то, что давно назревало, но, наверное, не находило решимости. И вот в эти дни оно должно произойти. Но, конечно же, эти изменения всё-таки хочется надеяться, чтобы они открывали дальнейший путь и сподвигали к какому-то светлому где-то изменению нашему. И всё ещё нужно сказать, конечно же, что всё, что не соответствует тенденциям нового времени, оно, безусловно, конечно же, разрушится. И ещё раз напомню, что те отношения, допустим, те моменты какие-то, которые будут в лунное затмение разрушены, они будут уже неисправимы практически. Это довольно серьёзная тема, и поэтому я говорю про неё заранее. Если мы вспомним евангельскую притчу о десяти девах, то остаётся только пожелать, чтобы вы бодрствовали, не спали, были счастливы. Ну и на этом, пожалуй, всё. С любовью, Ваша Настя.